Кто ты? Паша Бицепс! Чего ты хочешь? Выше хитрее! Когда ты хочешь? Прямо сейчас! Всё, чтобы играть и выигрывать! Игровой ноутбук HP Power на базе процессора Intel Core i5 всего за 59 тысяч 989 рублей! Медиамаркт! Давай-давай, сердцем выбирай! А у неё банки побольше твои будут, а? И вот мы сидим на подоконнике, думаем о нём, об Интернешнл, конечно же, с вами Машуля и Илюша. Илюш, наверняка уже миллион вопросов про Интернешнл тебе задали, а у меня такой вопрос. Помимо того, что это очень престижный турнир и самый крупный турнир в мире, что ещё делает Интернешнл уникальным? Не знаю, наверное, атмосфера. Совсем другая атмосфера, совсем другая важность игр, ценность игр. Всё по-другому. Ты по-другому изначально подходишь к играм, подходишь к подготовке. То есть другой настрой. Даже когда ты здесь находишься в практике, ты понимаешь, допустим, что у нас послезавтра игра будет, плей-офф, венеров. И ты понимаешь, ради чего ты играешь, в принципе, в доту, чтобы быть там на сцене и играть в доту. Понятное дело, ты гораздо больше переживаешь, гораздо больше мыслей и больше ответственности. Поэтому всё по-другому. Я знаю, что ты склонен к философии, часто рассуждаешь не только о доте, не только о основном своём занятии. Я понимаю, что сейчас наверняка все мысли должны быть только об Интернешнл, но есть что-то ещё, что заботит твою голову в данное время? На самом деле очень тяжело как-то о чём-то другом думать, кроме доты, кроме Интернешнл. Как бы я ни пытался, как бы я ни пытался там отвлечься общением с своей девушкой или с родителями, или планировать какой-то отдых, который будет там в сентябре, например, после турнира. Очень тяжело получается, поэтому думаю только об игре. Допустим, я вот за всё время даже не смог сходить в качалку, потому что как-то вот нет вдохновения, что ли. Есть только вдохновение сидеть и играть, и становиться сильнее и лучше с помощью тренировок индивидуальных в пабе, поэтому только Интернешнл. Ты сейчас сказал про родителей, про свою девушку. Меня давно интересует вопрос, как много времени тебе удаётся уделять общению со своими близкими людьми, когда ты находишься на турнире, в частности здесь, на Интернешнл? Наверное, не более 30 минут, и 30 минут это на самом деле очень много. Допустим, с мамой я могу перекинуться пару сообщений. Во-первых, из-за того, что разные часовые пояса, то есть когда у нас утро, у них это вечер, и, соответственно, когда у нас день, у них ночь, они спят. Вообще, все мои близкие, родные прекрасно понимают, зачем я здесь, и они не пытаются меня как-то отвлечь или нагрузить чем-то, какими-то своими проблемами. Поэтому общение происходит весьма, ну, минимальное. Как раз ты сейчас сказал о часовых поясах, о разнице во времени. Совсем недавно, собственно, вчера у вас была игра в очень раннее время. Как лично ты с этим справляешься, настраиваешься и адаптируешься? Да никак я, на самом деле, то есть для меня не играет никакой роли, играем мы утром или днём, или вечером. Я просыпаюсь, делаю минимальную зарядку, контрастный душ, и вот я уже бодрствую. И, собственно, я уже готов к битве, к сражению, противостоянию, резней бойне. Я готов лупить своих противников и стирать их с лица поля Б. Кому-то нужно играть в Паше, допустим, пока он не сыграет игру в Пабе, у него не очень хорошо получается играть в соревновательный дот. Поэтому у всех по-разному, у меня это вот так вот, всё просто. Контрастный душ – залог успеха. Ну и, собственно, о Сиэтле хотела тебя спросить. Знаете, я понимаю, что времени совсем немного остаётся свободного, чтобы как-то выбраться воздухом, подышать. Но знаешь, что всё равно была пара прогулочек, мы вот уже успели вместе пройтись по городу. Можешь от себя заметить, может быть, как, знаешь, заметки путешественника, что особенного в этом городе, что тебе бросается в глаза, запоминается? На самом деле, весьма смешанные чувства, потому что большой контраст. Я последний раз был два года назад. Здесь же легализовано разные вещества курить, и не только. Вот, и мы были, буткемпились в компьютерном клубе. Это был студенческий городок, и там очень много бездомных. То есть ты выходишь на улицу, и там происходит какой-то движ, где сидят там люди на барабанах, лупят, там кричат, здороваются со всеми. То есть очень много непонятной движухи. Вот, был ещё один район, Белевью, по-моему, называется, не помню точно. Другая гостиница. Вот, в общем, там совсем по-другому. А здесь ты выходишь, здесь куча небоскрёбов. Здесь почти нет бездомных. И, то есть, совсем разные смешанные чувства по поводу всего этого. То есть, как будто три разных города. Спасибо тебе большое за то, что уделил нам время, рассказал всё, поделился своими ощущениями, мыслями. Собственно, небоскрёбы на заднем фоне, я думаю, радуют глаз, в то время как нет возможности выйти куда-то погулять, нужно тренироваться. Поэтому не будем больше тебя отвлекать. Прошу к компьютеру. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо, люди. Подписывайтесь на социальные сети Маши, на мои, и, собственно, на Virtus.pro уже, как пожелание. Поэтому ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok На базе процессора Intel Core i5 всего за 59 тысяч 989 рублей. Медиамаркт. Давай-давай, сердцем выбирай. А у неё банки побольше твои будут.